Кончик корня раздвигает частицы почвы. Твердые частицы могут повредить его. Но каждый кончик корня, как главного, так и боковых, защищен от повреждения корневым чехликом. Отмирающие от повреждения клетки корневого чехлика слущиваются и заменяются новыми. Ближе к кончику корня расположена его растущая часть. Выше растущей части развиваются корневые волоски. Корневой волосок образуется в течение нескольких часов. Только особый способ киносъемки дает возможность проследить под микроскопом за ростом корневых волосков. Посмотрите, как образуются корневые волоски. Каждый корневой волосок это вырост клетки корня. Сверху они постепенно отмирают. А ближе к растущей части образуется все новое и новое. Огромное количество корневых волосков всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Поэтому часть корня, покрытая корневыми волосками, называется всасывающей. Из корневых волосков через соседние клетки вода поступает в проводящие сосуды. По сосудам она передвигается в стебель. Поэтому участок корня, расположенный над всасывающей частью, называется проводящим. Итак, корень состоит из трех основных частей. Растущий, всасывающий и проводящий.